Аудиокниги больше, чем на один диск. Не делай, никогда не наставь. Учу ругать над описанием. Вопросы должны идти в адрес руководства студии, в адрес авторов. Если они живы, кто-то позволяет, а кто-то нет. Важно, все равно свое мнение-то есть по этому поводу. А мое мнение, с теми, кто делает копию, рано расходится. Если есть текст, то есть классический, хороший, его надо писать целиком. Я в жизни своей не сталкивался с тем, чтобы писать с купюрами. Если бы я сталкивался с этим, то я бы тогда имел свое мнение. А так я могу теоретизировать философию. Есть купюры, когда пишешь книгу какого-то содержания, и там возникают графики. Вот как я могу начитать графики? В замечательной книжке Беккета Мёрфи у меня была шахматная партия. Я ее сидел, как дурак, начитывал. Мелорфриет 2.4. И вся целиком. Я не знаю, интересно слушать. Нет, я на это раз не добрался. Мы не собираемся. В графике, конечно, там какая-то идет редактура, как-то подводится, меняется несколько текстов, чтобы избежать вот этой таблицы. Но это нормально, это в законах жанра. Тут такой споров возникать не может. А когда режется текст живой книги, живого художественного произведения, для меня это не слишком понятно. Но опять-таки, как я выступал в этой статье, я не знаю. Бороться. Да, в принципе, понятно. Если вот режется текст, то просто честно было. Написали на обложке с купюрами. И там хоть одно название. В начале пару строк книги и конец. Все закончилось хорошо. Все. Совершенно спокойно, действительно. Замечательно. 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 Записать таким образом. Господа, я хочу сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Точка. Абзац. Жандарм, прибывший по величайшему повелению, по величайшему повелению из Петербурга, требует вас к себе. Он оставился в гостинице. Точка. Прекрасно. Сколько там это килобайт займет? Ну, нет. Знаете, если мы занимаемся автором, упокоившимся уже, великим классиком каким-то, или, может, не великим, не классиком, но когда уже существует вот этот вот талмут, по которому я читаю, это мы уже в какие-то вопросы литературоведения вдаемся, то тут уже надо брать на себя ответственность, что именно из того материала, который он одобрил, возможно, наоборот, боролся, чтобы именно эти слова были, некоторые ответственности. Вот почему вот это надо выкинуть? Я считаю, это полный глупость, потому что вы берете на себя моральную ответственность, какую-то потребительскую наглость, я бы сказал. А если живой автор сидит и говорит, а-а-а, давай, 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 давай. Или чтобы фамилия была на этих масках. Да, ради Бога. Господи, может, это и станет каноническим вариантом. Когда вышли погулять, дверь закрыта. И все. Вам книжку из одной фразы издали где-то себе, да? Да. Или вообще пустую? Нет, одна. Одна фраза, да? Не надо, я сама. Не надо, я сама. А то есть он просто сократил народную поговорку, я не так далее, я же на трамвае? Да, я уже подумал, вот такое вот, не надо, я сама. Ее хотят даже и озвучить, и уже... Оскучить. Нет. Повеньше и разлогнило, где Бог. Что? Да, мы уже должны. Ну, это не по квадратам увеличить. Потому что ее уже можно, не надо, я сама, а можно, не надо. Я сама, да. А там сколько вы это, фантазия. Ну, не знаю, я думаю только о грязи. Могу, низко, стой, стой. Не надо, надо, я сама, да? Хорошо. Вот, ну вот, когда возникает вопрос, озвучивает ли этот материал, у меня лично ответа даже не возникает. Спасибо. Пусть там. Пусть там. Пусть, не надо, я сама. Я сама, и, вы понимаете, сами, туда. Дальше теперь все, и я. Иван Николаевич, а вот вы или книг, которые вы отказались специально озвучивать? Ну, отказы тоже бывают по разным причинам. Ну, то есть... Ну, то есть... Ну, одна только книга была и... Есть книги, от которых я бы хотел отказаться. Отказался. Это было и неоднократно. Но, если не озвучу я, то озвучит другое. А я люблю все это, когда деньги падают в море. Вот. От одной книги я отказался. Но тоже по финансовому соображению. Потому что я решил, что другому дещево за эти деньги. Иначе. Начитывается. Ну... И стоит. Психику травмировать не хотели? Нет! Зачем? Моя психика вполне переваривается. Даже с удовольствием просто. Ну, зачем? Иван, а как вы готовитесь вот к начитке? Знаете, я не готовилась к начитке. Ну, вот как? Нет, вот предположим, хорошо. Если знакома книжка, то все понятно. А если не знакома, я ее читаю. Не читаете? Нет, я ее читаю. Были несколько случаев, когда я ее не читал. Ну, это в основном публицистические произведения и так далее. Вот я, например, не читал Никонова до конца и не смогу. Что там вот... Акред. Нет. Чем женщина отличается от человека? Я говорю, конец феминизма. Вот я даже вот название не могу. Ну, я полистал несколько раз. Ну, несколько страниц. Ну, все понятно. Ну, а чего радио? Играть там ничего не надо. Задача-то как раз стоит не актерская, драматическая, а дикторская. Ну, все остальные. Ну, донося мысль. А если какой-то незнакомый... Ну, а если, извините, это Достоевский был бес, то куда ты денешься? Надо прочесть, подумать что-то. Ну, вот так вот, чтобы запираться в кабинете, в котором у меня нет. Это значит, давай еще себе волосы думать. Да, вот эту фразу сказать. Этого нет. Этого нет. Это все как-то живет внутри. Оно перерабатывается пока. Спектакль. Вы все-таки к микрофону подходите уже с какими-то конкретными образами. Или когда начинаете читать перед микрофоном, создается... Это может быть совершенно по-разному. Потому что, например, начал в какой-то книге думать, ну, вот этот такой, этот такой, этот такой. Но, опять-таки, мы же читаем глазами. У нас совершенно иное, вот то, что я в самом начале говорил, иное восприятие. Мы не связаны ничем. Например, вот я в последнее время стал задумываться, очень часто сталкиваюсь с тем, что фраза... Как правило, это не очень хороший писатель. Или хороший, но еще и стал он хорошим к тому времени, когда написал определенное произведение. Фраза не звучит. Ну, корябая фраза, которая в написании замечательна, а в произнесении невозможна. Или такой наш великий гений, как Жеф Николаевич Толстой, извините, вот эти его знаменитые периоды. И это жанр чтения глазами. Еще страницу переворачивайте, невозможно. А там запятая. А он поставил запятую, не точку. И поэтому, конечно, когда ты начинаешь читать уже вслух и создавать вот этот продукт небумажный, то совершенно неожиданно возникают вещи, когда совершенно ясный характер вдруг почему-то куда-то... Он говорит, дальше что он там делает, так ты... И вот ты здесь сидишь, читаешь за него, и думаешь, елкий палк, куда я там раскакал-то? Это уже не сроднее авторскому творчеству, потому что... Куда не денешься, ты все равно уже что-то свое прибросишь в это. Так что, в последнее время, мне кажется, готовы к специально заранее. В последнее время довольно-давно уже не было. Это не имеет смысла. А вот как вы... Я когда слушал ваше наполнение «Золото Парк», там вы хорошо... «Золото Пунта» и «Зердце Парк». «Золото Пунта», да. А вот там вы очень хорошо там играли, там, татарские вот, татарчонки этого какого-то. Это чудесный мир, кстати, очень мне нравится. Вот. А вы часто применяете вот эти вот национальные всякие ковры в свои вот... Ну а почему же, если они прописаны, почему их не применить? Вон, где у вас или на конкуренте ваших на ТЛАДе, долго муссировалась тема... С Беляевым, как этот кошмар называется. Ага. «Где Рахиль?» «Казак в раю» «Казак в раю и в аду». Вот. «Евреи так не говорят!» «Что это такое?» «Ну, господи!» «Ну, евреи так и не существуют!» «И ада с раем-то нету казачьего и еврейского!» «Ну, извините!» «Ну, написано, что поржать!» «Ну, я вам даю поржать!» «Что вы от меня хотите?» «И когда просто задача у автора стоит продать книгу за поржание, почему я должен себя в этом плане обделять?» «Поэтому Рахиль говорил таким голосом!» «Что касается Иванова...» «Я как-то даже не задумывался, как вот это вот так сделать, это высяко!» «Но как-то вот оно помимо меня происходит...» «И если это хорошо, то, наверное, это правильно!» «А если это плохо, то, наверное, это неверно!» «Ну, задача специальная каким-то вот таким вот...» «Именно такую мелодику...» «Я просто вот тоже из этого, значит, на эту тему недавно прослушал...» «Мамин...», значит... «Приваловские миллионы», значит, «Мамина Сибиряка» «В исполнении Исаева» «И вот он очень интересно подключал именно город сибирский» «Я как-то слушал фильмы, я посмотрел перед этим, потом слушал книгу, думаю... «Почему люди из фильма ходят как марионетки?» «А он голосом преподносит...» «И вот именно, что этот человек местный, а этот, допустим, из Прибалтики, там...» «Вот это вот...» «Ну, женщина там...» «Немка...» «Который там французский пытается...» «Ну, как бы...» «Говорить...» «То есть он голос...» «Даже просто вот этим коваром выделяет...» «Характер...» «Нет, это понятно, если...» «Хотя это не прописывало...» «Актор...» «Ну, как это, может, какие-то вот...» «Оконья...» «Акань...» «Они же...» «Ну, почему?» «Ну, потому что видит человек, характер персонажа, за которым он существует...» «Естественно, возникает какой-то характер, в том числе и речевая...» «Вообще, вот...» «По части вот Сибири и так далее...» «Был бы очень интересно...» «Ну, кто же это будет делать...» «Этнографическую аудиокнигу создать...» «Да, вот...» «Сколько тоже...» «У вас же на сайте споришь...» «Не говорят нам в Перми, но не говорят...» «А тут же я знаю...» «Говорят...» «Может, и довольны...» «Говорят, вам в другом месте...» «Нико сейчас много произведет...» «Ну, это...» «Интереально» «Ну, не знаю...» «Ну, это...» «А интересно...» «Ну, почему не помечтать?» «Очень интересно» «Ести же этнографы с граммофонами...» «Записывают же эти все...» «По части вот...» «По части вот...» «По части вот...» «Ну да, ну да, ну да, ну да...» «С ним же кто сейчас будет свиряться?» «Те бабки...» «Вот те время...» «Вот те студии...» «Валя...» «Сейчас я побежал в интернете искать...» «А-а-а-а...» «А-а-а-а...» «А потому что он уже...» «Язык тоже все равно...» «Каждый...» «Ну...» «Как говорится...» «Ну, как так...» «Так называемый прикол...» «Это был очень интересно все равно» «А вот...» «Кстати...» «Среди с этим приколом...» «У нас как-то вот...» «Подвисла эта идея...» «По поводу...» «Записи...» «А вот...» «Валь...» «Для нашего клуба» «А...» 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 «Мне даже написал кто-то...» «Ждем-с...» «Ждем-с...» «Ну нет...» «Просто...» «Все гораздо проще, чем вы думаете...» «То что...» «Мне там в личку там слали...» «То...» «Давай это...» «Нет...» «Я даже выбрал...» «Ну...» «Вопросы...» «Два вопроса...» «Время...» «Ну...» «Ну...» «Где это делать?» «Да» «Когда у меня была возможность это сделать на случай...» «У меня такой возможности дома нету...» «Да и в общем...» «Я не компьютерный гений...» «Я боюсь вообще этого ящика страшного...» «Мне дети лучше к нему разбираются...» «Да и даже если бы я разбирался при наличии четырём детей в квартире...» «Не знаю как...» «С каким бы оформлением вышла эта книга...» «С фоном» «С каким фоном...» «Да» «Поэтому, если есть студия...» «Если есть какая-то возможность писать...» «Да» «Могу даже сказать, что я в общем вышел...» «Удивит мне предложение...» «Подумал...» «И решил, что это могло быть...» «Раста»